Это виджеты в Unreal, они называются UMG. Мы рассмотрим самый простой пример. Я покажу вам, как отображать здоровье. Немножко текста, может быть. Вообще, как создается виджет? Виджет создается очень просто. Правой кнопкой мыши. Но вам надо выбрать не blueprint, а в user interface, это самая последняя панелька, widget blueprint. Виджеты — это вот такое вот окошечко. У вас есть палетка слева. Из этой палетки вы можете перетаскивать элементы с помощью drag-and-drop на сам виджет. Вот это вот окошечко — это виджет. Мы не будем сейчас особо рассматривать, как там все устроено, как они крепятся, как можно их настраивать. Мы просто сделаем самый базовый виджет. Предполагаю, что ваш игрок играет в полный экран, что у него все хорошо, разрешение 16 на 9. Не будем рассматривать тех исключительных случаев, когда там другие экраны. И бла-бла-бла. Я это скорее оправдую себя, чем вас. И в чем смысл? Сейчас я создам виджет и покажу вам. А то тут, по-моему, резкий переход получился, я что-то не подумал. Я, например, на виджете создам прогресс бар. У прогресс бара есть всякие параметры. Его положение, его положение по x, по y, размеры, все такое. Есть... Что я хочу показать? У них есть параметры, около которых есть кнопочка bind. Например, есть прогресс, процент. То, насколько заполнен прогресс бар. От нуля до единицы. Ноль не заполнен, один заполнен. Бинт позволяет задать функцию, с помощью которой это значение будет определяться во время игры. То есть не один раз вы его задаете перед началом игры, а постоянно. То есть, например, ваш прогресс бар здоровья, вот эта чиселка от нуля до одного, это ваше здоровье от нуля до максимального здоровья. Там от нуля до ста, например. Мы сейчас разберемся, как делать этот bind. Возможно, еще какие-нибудь сделаем. Но это в основном... Единственное, что я вам покажу сегодня. И вот этот пример, который мы сейчас сделаем, как брать здоровье персонажа. Там надо всегда помнить, что если мы говорим про прогресс бар, то там значение процента от нуля до одного. То есть там ноль это ноль процентов, один это сто процентов. У них не от нуля до ста, от нуля до одного. Поэтому часто из-за этого ошибки бывают. Мы сейчас это посмотрим. Мы даже специальную парочку сделаем. Теперь я пока что этот blueprint удалю и создам новый. Просто чтобы с нуля начать. У меня есть персонаж. У персонажа нет ничего. И давайте создадим новый виджет. User Interface, Widget Blueprint, Health. Я бы назову его Health Widget. А может быть видите, что это работает? Вот так. Несколько элементов, которые там есть, которые вы можете без проблем использовать, это кнопки, картинки, текст и прогресс бар. Мы про все немножко поговорим сегодня. Окей, мы сейчас... Что мы хотим сделать? Что мы сейчас делаем? Мы сделаем две кнопки. Одна бьет персонажа, вторая лечит персонажа. И прогресс бар, который отображает текущее здоровье персонажа. Просто чтобы мы могли посмотреть, как это работает. Кнопки будут эмулировать у нас противников и всякие аптечки и прочее. И поэтому давайте добавим две кнопки. Раз кнопка, два кнопка. И я к ним добавлю текст. Просто перенесу их на кнопки. И прогресс бар. По умолчанию это все выглядит просто отвратительно. Но ничего страшного. Это текст или текст? Текст. Вот эта машина, которая в этот бар, она что? Барбар или? Что-что? А, все, 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 все. Прогресс бар. Чтобы это выглядело хоть чуть-чуть получше, я у кнопок, выберу кнопку. У нее в параметрах поставлю size to content. Size to content значит, что она будет того же... Смотрите, я текст перенес на кнопку. У меня теперь текст лежит внутри кнопки. И size to content значит, что кнопка будет того же размера, что и мой текст. Если вы выберете кнопку, у нее здесь есть галочка size to content. И у второго то же самое. Теперь текст сделаю черный, ну просто потому что мне хочется черный текст. Это у текста в color and opacity. Я просто текст изменил. Чтобы его было лучше видно. Text block. Так. И сам текст поменяю. Опять же, если выберете текст, у него есть content, текст. Это то, что будет написано. Hill character. А вы нажали и делали size to content? Просто он у меня... Да, если выбрать кнопку и нажать вот здесь size to content, то она будет изменять размер до размера текста. Она не меняет. Если не меняет, то у тебя текст должен лежать внутри кнопки. То есть у тебя кнопочка должна содержать в себе текст. Они должны не просто рядом находиться. Мы не будем сейчас вдаваться в подробности всего, как это работает, потому что работает оно немножечко сложно, но универсально. Упс. Не текст, а кнопку. Здесь есть очень много проблем с детьми и прочим. То есть, например, вы в кнопку... Если я добавил текст, я не могу себе еще что-то добавить. У кнопки может быть только один вложенный элемент. И там есть свои заморочки. И прогресс бар я тоже чуть побольше сделаю, просто чтобы он у меня был. Здорово. У нас теперь есть три элемента. Прогресс бар и две кнопки. И давайте разбираться с тем, как они работают. Для начала я хочу что-то делать со здоровьем, поэтому я бы хотя бы пошел в персонажа и добавил ему переменную здоровья, чтобы мы могли ее использовать. Поэтому я просто в персонажа создаю новую переменную. Здоровье. Тип у нее интеджер. И сижу, жду. Я в персонажа добавил переменную здоровье. Все, больше я ничего не буду делать. Мне, вроде как, этого хватит. Вернусь в виджет. В прогресс баре я ничего не сделал, просто чуть побольше сделал, чтобы он был не такой маленький. И все. Я поставил ноль, но давайте я изменю начальное значение на 100. Это, в принципе, не играет большую роль. Пусть будет 100 здоровья. Да, начальное здоровье, в принципе, не важно, потому что мы сможем его полечить. Так. Теперь. Давайте сделаем сначала, чтобы прогресс бар. Нет, не так. Давайте сначала просто выведем это на экран, чтобы мы видели наш виджет. По умолчанию, от того, чтобы создали виджет, он на экран не добавляется. Вам надо его создать еще в игре, добавить на виджет, на экран, все такое. Я это сделаю в персонаже, раз уж он у меня открыт. Добавлю begin play. Так, begin play. Нам нужно, что-что? Можете удалить то, что там стоит. Это просто по умолчанию делается... А, я не помню, для чего, но не важно. Да, не важно. Удаляйте. Можешь либо отключить, либо подключать после, это не важно. Нам нужно сейчас создать виджет. Как это делается? Есть нода create widget. Неожиданно. Create widget. И в ней можно выбрать класс виджета. У меня вот хелс виджет есть. Здорово. Я его создал. Ну, так бывает. И теперь нужно... Сейчас, я запущу игру, виджеты не появятся, потому что виджет надо не просто создать, а еще добавить на экран. Это два разных действия, поэтому есть нода add to viewport, которая добавляет виджет на экран. Мы создали виджет. Return value — это ссылка на виджет, и мы его же сразу добавили на экран. Так, давайте проверим, что виджет появился. Да, у меня есть виджет, в нем ничего не происходит, но, в принципе, нормально. Это так и должно было быть, мы просто создали виджет. Теперь давайте, например, сделаем так, чтобы виджет отображал здоровье персонажа. Там самое важное — прогресс бар, кнопки успеются. Выбираем прогресс бар. Подожду. Здорово. И у него есть в разделе прогресс персент. Это текущее значение прогресс бара. Давайте нажмем bind. Create binding. Он создается автоматически функцией, он вас перекинет в blueprint, и создаст вам автоматически функцию, у которой есть вот здесь одна чиселка. Вот эта чиселка — это новое значение персент, которое будет. Он это пересчитывать будет каждый кадр, поэтому здесь лучше особо сложных вычислений не делать. Учтите это. Но он будет постоянно пересчитывать это значение. Мы выбрали прогресс бар, выбрали bind, create binding. Вот. Он создал сам функцию. И здесь нам нужно сказать циферку от 0 до 1, какая будет. Если я сейчас здесь напишу 0.2 и запущу игру, он всегда будет на 0.2. Но это не то, что нас устраивает. Нам нужно здоровье персонажа, поэтому мы делаем getPlayerCharacter, cast to sideScrollerCharacter, то есть просто по дефолту берем нашего персонажа. И напоминаю, в нашем персонаже есть переменная здоровья, берем ее. GetHealth. Тут есть небольшая проблема. Если я сейчас здоровье напрямую подключу к return value, то у меня будет полностью заполненный прогресс бар. Причем даже если у меня здоровье персонажа будет не 100, а 23, у меня все равно будет полностью заполненный прогресс бар. Да. Потому что, я еще раз напоминаю, обращаю ваше внимание, вот эта штучка должна быть от 0 до 1, а наше здоровье от 0 до 100. Поэтому я сначала здоровье разделю, я делаю float делить на float. Здоровье подключу как то, что я делю. Делю на 100, потому что 100 – это мое максимальное количество здоровья. я использую float на float, а не integer на integer, потому что деление integer на integer возвращает целое число. А если я поделю 57 на 100, то у меня получится 0. Оно нацело не делится, и это не то, что нам нужно. Вот. Поэтому я использую float делю на 100 и подключаю это к return value. Сейчас я посмотрю, у меня в персонажах сейчас, допустим, 46. Запуская игру, и у меня здоровья примерно половина. Вы можете попробовать поменять дефолтное значение здоровья у персонажа, посмотреть, что оно меняется, если вы все хорошо сделали. Если у тебя максимум 100 здоровья, то ты делишь на 100. Если у тебя максимум 37247 здоровья, то ты делишь на это число. Как это работает, понятно? Как мы создали бин для прогресс-бара? Вы можете так делать для здоровья, для маны, для прогресса на уровне, еще что-нибудь такое. И если с этим все хорошо, то давайте сделаем еще кнопочки, чтобы вы знали, как можно нажать на кнопки делать. С этим все хорошо? Отлично. Давайте сначала я вам расскажу, как вернуться в дизайн мод, потому что для меня это вначале было ступором, вы сейчас находитесь в вент-графе, справа вверху есть вкладочка дизайн, просто на нее нажать, и вы опять в дизайне, граф, блюпринт. Вот здесь справа вверху переход. Так. Нам нужно добавить новое событие, нажатие на кнопки. Если вы выберете кнопку и прелистаете в самый низ, то у нее есть вот эти ивенты. On clicked, on pressed, on released, on hovered, on hovered. Это все события, которые могут вообще происходить с кнопкой, по-моему. И нам нужно on clicked. Мы будем что-то делать, когда мы на нее кликаем. Он вас перекинет в event-граф. Создается вам event on clicked и имя вашей кнопки. У меня оно пока что называется плохо, мы никак их не переименовывали. Называется она button 150. У вас там какое-то другое число будет. Еще раз, чтобы добавить event, вы выбираете кнопку, в details пролистываете вниз и там нажимаете on clicked. Мы все перемены используем из блюпринтов. То есть в виджете ничего менять не нужно. Виджет просто отображает то, что есть у нас в блюпринте. У кнопки в details в самом низу on clicked. Выбери кнопку в разделе details, пролистай в самом низе, там он клик и на плюсик. Вернуться справа вверху, здесь переход в дизайн. Он клик в details. Выбираешь кнопку, пролистываешь вниз, он клик. Так, ура. И здесь мы делаем то же самое. То есть мы берем нашего персонажа. Get player character. И вот у меня проблема. Я уже забыл, что это у меня за кнопка. Я ее пойду переименую, потому что button 150 не говорит, мне должен ли я увеличить здоровье или уменьшать. Это kill character. Я ее переименую в kill character button. Если вы тоже хотите переименовать кнопку, то в дизайн моде вы можете ее выбрать и самая первая строчка в details это ее имя. Так, здорово. У меня теперь... И вторую сразу переименую в kill character button. Здорово. И теперь здесь в kill character я беру текущее здоровье, уменьшаю его, скажем, на 5, минус 5, и сайту как новое. Просто самое стандартное уменьшение здоровья. Тут ничего интересного нет. Общак. И все, как творится. Уменьшаю его, и все. Ах, да. 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 вот то же самое сделайте для хилки ректора я думаю вы справитесь и в принципе это все нет не всячески давайте сейчас картинками покажу но это практически все что я хотел вам рассказать просто очень базовые настройки того что вы можете делать виджеты чтобы простенько отобразить ваше здоровье или сделать кнопочку или еще что-то такое у кнопок и у картинок у картинки например раздел brush где вы можете выбрать текстурку которая будет рисоваться то есть например возьму не очень хороший вариант какую-то нормаль и еще какую-то картинку есть вы можете просто менять здесь картинку в разделе brush image если вам нужно будет что-то отображать на интерфейсе или еще что-то такое у прогресс бара тоже есть всякие настройки цвета то есть каким цветом он закрашивает можно там зеленым закрашивать фоновый цвет можно менять и так далее это все большое количество параметров я не буду сейчас про всей про все рассказывать лучше если у вас будут вопросы у меня спрашивать вам скажу где это можно посмотреть для лечения вы сами сделаете просто потренироваться это сейчас быстренько сделаю и вопросы нету но тогда это все